добрый день мы сегодня хотели бы рассказать какую-то интересную мысль на наш взгляд из недельной главы которая в принципе очень фундаментально какая мысль хотели бы обратить ваше внимание что недельная глава говорит о египетских казнях и одна из казней это град да то есть спускался град какие-то куски льда огромное вместе с огнем в каждом куске льда это было просто естественное явление был огонь вместе со льдом две совершенно несовместимые стихии они совершенно спокойно соседствовали одна с другой и там написано так что до того как этот град должен был начать спускаться было сообщение как предупреждение о том что это казнь должна прийти и что это написано так что те кто боялись слова ашема бога они спрятали завели своих рабов и скотину в дома а те кто не обратили внимание не положили на сердце буквально на иврите слово бога оставили их в поле так написано в торе интересная по идее должно было быть написано тот кто боится всевышнего и тот кто не боится всевышнего почему написано тот кто боится и тот кто не обратил внимание на слово бога так вот говорят многие равен нашего поколения обращают внимание на вот это вот как бы нелогичность этого противопоставления потому что по идее должно было быть написано те кто не не боятся всевышнего и те кто боятся всевышнего говорят наши мудрецы что нет на самом деле тот кто хотя бы раз задумается о слове всевышнего о слове бога то он уже на него обратить как бы не бояться его пренебрегать им не сможет то есть таким образом работает дурное начало таким образом работает все что отодвигает так просто не обращает внимание на существенные важные вопросы жизни например в чем смысл жизни например ради чего мы живем например а истина ли тора например получили мы тора на горе сина и люди эти вопросы как бы просто считать каким-то наследием стариков никто этим это в принципе не исследует занимается как бы кто-то в это верит кто-то вот не верит в принципе люди не относятся серьезно к фундаментальным вопросам и поэтому это на самом деле не только про не соблюдающих и про соблюдающих то же самое мы забываем какие-то важные вещи почему не обращаем забываем обращать на них ним внимание но это вот такая принципиальная вещь то есть для того чтобы научиться бояться все с ним нужно всего лишь одна вещь просто обратить внимание на слово творца а теперь почему мы снимаем этот ролик здесь сам это такой интересный момент равв из бреста обращает внимание в чем выражалась богобоязненность тех людей которые спрятали этих животных в домах это не прятали их не в домах они спрятали в том что считается по торе владением часто то есть сейчас объясним что такое когда мы говорим о том что во владении многих нельзя носить в субботу это считается работой а в частном владении можно то та вещь которая считается частным владением ее можно в принципе сделать частным владением для того чтобы в ней носить Сейчас объясним, что имеется в виду. То есть, если у нас есть огромная дорога, да, огромный там проспект, садовое кольцо, да, для того, чтобы садовое кольцо сделать, носить там в шаббат, это невозможно сделать. Почему? Потому что это, в принципе, владение многих, в котором люди всегда-всегда проходят. Это невозможно сделать, это частное владение. Но если у нас есть улица небольшая, то мы ее можем сделать, она по закону Тории, она, в принципе, владение частное. Она не считается владением многих. Там не ходит каждый день 600 тысяч человек, она недостаточно широкая, ей нету там 8 метров как минимум шириной. И такая вот улица, она не считается владением многих. Но, мудрецы, представили, что есть определенный способ, каким образом сделать его частным владением. И вот, например, один из них, это закрыть улицу воротами. То есть, если улица закрывается воротами, то она считается частным владением. И поэтому вот здесь вот, мы находимся в Рамо-Далет, да, и вы видите вот эти ворота, которые закрываются здесь всегда на шаббат. И написано, посмотрите, покажите, пожалуйста, надпись вот эту вот. Можно показать надпись? Вот здесь есть надпись, для того, чтобы Ируф был лучше, держите ворота в шаббат закрытыми, да? Понимаете? А теперь посмотрите вот наверх, да? Еще одна составляющая вот этого понятия сделать частным владение. Это вот это вот, у нас есть как будто здесь, над этой улицей есть как будто вход. Вот видите, там есть палочка, столбик. Здесь, с другой стороны, еще один столбик. А наверху, наверху есть вот ниты. Получается, что вот вся эта улица в шаббат, если есть в нее Ируф, она считается частным владением. И даже в такую улицу, по идее, не падал град. То есть, не обязательно было заводить свою скотину прямо-прямо в дом и жить с ней. То есть, до такой степени они обращали, могли обратить, внимание, говорит, что они сделали вот такие вот аллахические ограждения в пространстве, и туда не падал град. Но поразительно, другая вещь, что потом весь, все лошади египетской армии, они были от вот этих людей, которые боялись слова Всевышнего. И у них остался их град, их скот, их лошадей не побил град, и они смогли вооружить египетскую армию. Вот это вот вещь, которая меня всегда поражает. С одной стороны, они до такой степени понимают, что слово Всевышнего работает, а с другой стороны, они снаряжают египетскую армию, чтобы воевать против евреев. Это вещь, которая всегда остается противоречием многих людей, которые живут в этом мире. И для меня это является совершенно непонятным. С одной стороны, они обращают внимания на слово Всевышнего, а с другой стороны, абсолютно нет, не обращают. Они находятся в противоречии, как мы и сказали. Большое спасибо.